Это день за шею. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня 14 октября 2023 года. Странно. Так совпало, что именно в моё любимое число, 14, я обнул, так скажем, сотый престиж на моём любимом выжившем, Феликсе. Ранее я обнул сотый престиж на моём любимом убийце Майкле. Или Тень, кому как проще. Ох, давно это уже было, и вот я добрался до выжившем. Скажу, что когда я качал убийцу, я много гриндил в последнее время, потому что вот хотелось эту заветную соточку как можно быстрее добить. Ну, как достижение, можно сказать, личное. С выжившем же я делал это не спеша, просто играл и прокачивал престиж. Все аддоны предметов я, наверное, называть не буду, это слишком будет долго, поэтому я покажу количество предметов, которые у меня есть, которые у меня накопились, и всякие подношения и так далее. Что ж, сотый престиж, поехали. Вот он наш долгожданный сотый престиж. Даже не верится, что я его набил, теперь у меня два персонажа сотого престижа, приятно. Итак, перейдём к инвентарю. Здесь я какое-то задание делал, видимо, какое-то архивное там на поиск тотемов или ещё что-то, но неважно. Итак, перейдём к предметам. Что у меня здесь есть? Ящик с инструментами пятой годовщины. Честно, не помню, пятая годовщина, что там было. По-моему, это было в 21-м году. Если мне память не изменяет, и тогда я только, считайте, начал играть. У меня уже был кубин Феликс, поэтому у меня немножко есть предметов с этой годовщины на нём. Далее фонарик с пятой годовщины также. Далее праздничный ящик с инструментами. Это с китайского ивента вроде бы как. Тоже я особо вроде бы не прокачивал. Так что у меня всего две штуки. Новогодняя хлопушка, пробивающая холод ивенты. Я помню, это когда ввели снеговиков, самых первых, где ещё убийца не мог с ними никак взаимодействовать. То есть садиться в них самостоятельно. И взаимодействовать с ними могли только выжившие. Далее маскарадный ящик с инструментами. Какой-то ивент с масками. Честно, не помню, когда это было. По-моему, даже в этом году. Потому что у меня очень много этих инструментов. Да-да-да, точно. Это же было совсем недавно. Я уже совсем подзабыл. И я довольно-таки много играл в этот момент. Поэтому у меня вот скопилось приличное количество предметов с этого ивента. Также следом идёт и фонарик маскарадный. Тоже у меня почти 900 штук. Приятно. Следом маскарадная аптечка. Всё то же самое. Далее ланчбокс для всех святых. Вроде бы это ивент был, в котором добавили скин на хагу. В виде какой-то рептилии. Там что-то такое. Ну, кстати, ивент был прикольный. Там были бафы у киллеров. То есть ты заполняешь бездну. Что-то там такое было. И ты получаешь определённые эффекты положительные на своего персонажа. Выжившие там тоже что-то получали. Ну, я честно уже не так уж хорошо помню. Это было год назад. С тех пор много было изменений в игре. Много было различных ивентов, мини-ивентов и так далее. Китайская хлопушка. Тоже, видимо, был какой-то ивент. По-моему, в этом году. Либо я путаю. Либо это было в прошлом году. А вот эта хлопушка, она была в этом году. Честно, не помню. Так что не будем задерживаться. Пойдём дальше. Блуждающий огонёк. Это тоже предмет с ивента, где добавили скин на фагу, который я ранее упоминал. Ну, ничего особенного. Прикольный фонарик. Когда им светишь, там... Тень такая, человечка какого-то. Привидение. Ну, прикольный фонарик. Аптечка годовщины пятый. Интересно, почему она здесь? Если у меня предметы пятой годовщины внизу. Ну, ладно. Хорошо. С ивентовыми предметами закончили. Теперь идём по стандартным. 692 аптечки серии. Нормально. Пойдёт. 723 тулбокса коричневых. 330 жёлтых тулбоксов. 333 фонарика. Замечательные цифры. 339 жёлтых аптечек. 138 жёлтых фонариков. 118 ключей зелёных. Бесполезных. И разработчику, мне кажется, пора бы переработать этот предмет. 121 зелёная карта. 167 инструментов тиханика. 145 топовых тулбоксов для починки генераторов. 142 зелёной аптечки. 43 фиолетовых фонарика. Довольно-таки мало. Фонарики эти очень редко выпадают. Да и в целом фиолетовые предметы довольно-таки редко можно найти в паутине из-за выживших. Как мне кажется. 25 крючков. 44 инструмента инженера. 35 инструментов для поломки крюков. 31 фиолетовая аптечка. 18 красных карт. И 47 ключей скелета. Но удивление, карт довольно-таки мало почему-то у меня. Не знаю. Старался редкие предметы всё-таки в паутине забирать в приоритете. Но почему-то так вот мало. Далее идём по подношениям. Начнём с самых простых, естественно. Первым делом у нас стоят ивентовые подношения. Это приглашение на барбекю. Это был вроде бы последний ивент на моей памяти довольно-таки недавно. Пару месяцев назад. Ранее этот ивент был очень и очень давно. И вот разработчики решили его воскресить, так сказать. Ну, не сказать, что ивент какой-то был прям яркий, запоминаешься. Ну, когда вешаешь выжившего на крюка, можно было услышать прикольный звук раскалённого выжившего на крюке. Ну и прикольно были оформлены генераторы. Красный конверт. Это были предметы с китайского ивента, где нужно было собирать конвертики. И ты в конце получал какую-то награду, какой-то скинчик. И просто рандомное количество ладпоинтов. Там вроде бы можно было аж 30 тысяч, около где-то, получить столько. Ну, или чуть-чуть поменьше. Но в целом там такая весомая была сумма. Фатальный флан. Это у нас вроде бы с шестой годовщины. То есть в прошлом году. Я, видимо, качал убийц больше. Да, я вспомнил. Этих фланов у меня много на убийц на определённых. Потому что в тот момент я как раз-таки добивал третий уровень престижа на определённых убийцах. А именно это близнецы, хага и художницы. Вроде бы вот они у меня оставались. Ну и раньше как бы прокачка была сложнее в плане переноса перков. Поэтому на выжившем особо я не качал. Тут у меня термису. Это последний тортик этого года. И, как я говорил, я довольно-таки много играл. И у меня их здесь где-то полторы тысячи. Было немножко побольше, но я уже их из расходов. Ну, думаю, надолго хватит. Если с кем-то буду и с товарищей играть, могу предпроставляться, так сказать. Это жертвенный тор с пятой годовщины. У меня их тоже было много, но вот остался один на память. То есть, если я его сейчас поставлю из расхода, всё. У меня его больше в паутине, точнее, ни в паутине не будет. Здесь его не будет. И в паутине, в принципе, тоже его не будет. Потому что это уникальный предмет, который ты никогда больше не получишь. Поэтому на память можно его поставить в память. Ну, и далее идут обычные подношения. Давайте по ним пройдёмся. Реагенты затемнения. 503 штуки. 523 чертежа. 554 чертежа. Это всё на люк. Один в хижине, другой в мейне. 538 слабых реагентов. 543 чертежа. Спавл подвала. Тут тоже самое. 503 чертежа. На спавл подвала на чуге. 550 подношений на альтруизм. 491 подношения на выживание. 460 подношений на храбрость. 488 подношений на цели. Мешочек, который удачу повышает слегка. 491 штука. 268 туманных реагентов, которые, в принципе, нормально повышают туман. 304 личных тортик. 254 подношений на альтруизм. 277 цели. 255 выживание. 242 храбрость. 283 монетки на дополнительный сундук. 261 платок на спаун от убийцы как можно дальше. 264 отношения на то, что кто с другом рядом со спавницей, с выжившим. 247 мешочков на удачу. 272 мешка на удачу. Да, здесь, по-кому-то, оно увеличивает всем, а здесь лично тебе. 251 конверт на команду. На чехе. Ямаука. 76. 82 статуэтки на удачу. 72 борга. Карта рыцаря. 94 лэри. Карта доктора. 83 бутылки. Карта строка. Салон. 77 ормандов. Карта легиона. 94 маски. Карта охотница. 71 значок. Ракуум сити. Карта Вескера и Медиса. 74 письма. Карта пирамид хэда. Медвич. 104 подношения на очки. На всех выживших. 111 гирлянд. Которые увеличивают очки на всю команду. Фотографии. 84 штуки. Карта. Клоуна и медсестры. Там разные вариации. Кстати, забыл совсем сказать, что здесь с маской там карта еще чумы падает. Совсем забыл. Вот вспомнил на фотографию свадебную, посмотрел. 85 мешков на удачу. 81 ферма. Карта Бобы и Беляса. 53 базла. Карта семьи. Идеон. 74 книжки. Это болото. Карта Хаги. Ведьмы. 70 костей Макмиллана. Карта Траппера. Макмиллан. 83 ключа от Хэденфилда. Карта Майкла. 84 ключа Азарова с Валкрафта Хэвэм. Карта Призрака. 71 инопланетная Флора. Карта Сингулярности. 74 руки на отмену подношения убийцы. Цветок. 866 штук на Альтруизм. 67 подношения к храбрости. 69 выживания. 61 цели. Дверь шлюза. Карта этого чужого Псеноморфа. Новая карта. 68 бочонков вот этих. Это карта Трэджа. Гвязи. Гамильский Керсолов. Спрингвуд. Это у нас карта Трэдди. Вороний глаз. Карта Художницы. 87 штук. Пелена Единства. 70 штук. Все выжившие начинают матч вместе. Окаменевший дух на спаун крипов как можно дальше друг друга. 68 штук. 61 реагент. Сильно затемняет. 70 монеток на 2 сундука дополнительно. Белый защитник. 211 штук. 80 банок на удачу. И в принципе все. Ну и просто по-быстрому могу показать вот улучшения на все предметы. Опять же говорю, называть я их не буду. Просто покажу, что в принципе есть. Вот все улучшения на аптечку. Довольно-таки много. Какие-то ивентовые даже есть. Сыворотка Мора. На тулбоксе. Тоже довольно-таки много. Самых приятных аддонов есть. Много. С тулбоксом с этим просто улучшение меняется. Фонарики. Тоже ивентовая какая-то лампочка есть. Довольно-таки много. Аддонов хорошо, приятно. Ключик. Здесь не особо так много. Ключик. Довольно-таки непопулярный предмет. Он как бы свое время уже и жил. Когда можно было в люк убежать. Посередине матча. Так. Карта. Столько улучшений. Карта в принципе порой ходовой предмет. Можно использовать. Красного аддона на него кстати нет. Что удивительно. Тулбоксы показывал. Фонарики показывал. Ключи показывал. Ну в принципе все. Перки конечно же у меня есть все. Безусловно. Кроме разве что кстати. Нового выжившего. Который входил в главу с чужим. К сожалению. Нормально покупать DLC сейчас нельзя. В России. И поэтому у меня есть только убийцу. Я его покупал за золотые клетки. А выжившего не хочу покупать. Потому что у меня тогда не будет клеток на архив. А архив как раз я совершил новый. Буквально вчера. Так что. На этом я заканчиваю данный ролик. В принципе получилось вот так вот. Всем пока. И увидимся.